В свои 13 Егор Борозеньков о нешуточной борьбе на трассе знает не понаслышке. Автомобили мальчик управляет профессионально, правда маленьким. Модель 18-го масштаба, двигатель Мамбо, максимальная скорость 96 км в час. Мне предложил папа заниматься этим спортом, он был согласен заниматься. И я посмотрел, позанимался и мне понравилось. Автомобильный спорт не менее серьезный, чем настоящие большие гонки. В Беларуси он ведет свою историю с 1957-го. Наша столица не раз принимала чемпионаты Европы, а Бобруйск – соревнования республиканского уровня. Здесь все как у взрослых, только нет пилота за рулем. Сдавать на права не нужно, достаточно разрешения родителей. В поле гонки шоссейная трасса, протяженность 274 метра, заезд честный. Внутри мини-авто установлены чипы, они как раз таки контролируют время. Республиканская спартакеада учащихся по техническим видам спорта проходит уже в 19 раз. В этом году вместо битвы парк культуры и отдыха на трехдневные соревнования в наш город съехались свыше 70 лучших гонщиков страны. Сегодня здесь собрались все области, все любители автомодельного спорта. И у нас будут настоящие гонки. В нашем городе есть прекрасная трасса для автомодельного спорта. И не каждый город может похвастаться, что имеет такую возможность участвовать в соревнованиях такого уровня. В нашей республике всего две таких трассы. Основные качества автомобилистов – терпение, концентрация, внимание и такт. Все то, что присутствует и у больших гонщиков. Сами мини-болиды по-взрослому делятся на классы. Регламент меняется с появлением новых технологий. Примечательно, что эти игрушки не из дешевых. Средняя стоимость мини-транспорта класса багги – 2000 долларов. Здесь нет места дилетантам. Автомобильный спорт – выбор тех, кто не боится принять вызов, уважает соперников и любит адреналин. Ольга Васенда, Андрей Богдан, Максим Галеонко. Итоги недели.